Сегодня на библейском портале Экзогет мы продолжаем наши беседы по трудным сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от двух текстов, это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 20 стих, Евангелие от Матфея, 5 глава, 10 стих, мы зададимся вопросом, для чего Бог попускает мученичество, страдание, боль, гонение. Давайте прежде всего прочитаем Евангелие от Иоанна, 15 глава, 20 стих. Здесь прямая речь Господа Иисуса Христа. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего, если меня гнали, будут гнать и вас, если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. И отрывок из Матфея, 5, 10, и дополнительно мы прочитаем еще и 11, 12 стих. «Блаженные, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное и ниже. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Вот здесь обращает на себя внимание то, что в первых словах Христа из Евангелия от Иоанна есть такое совмещение двух тем. Христос говорит «гнали меня, будут гнать и вас, если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши». А как это взаимосвязано? На самом деле это очень взаимосвязано. Когда христиане, будучи гонимы, убиваемы, пытаемы, продолжали проповедовать, вот эти их слова обретали достоверность в сердцах самих язычников. Язычники всегда очень ценили стойкость и мужество. И когда христиане, мужчины, женщины, дети, старики мужественно свидетельствовали перед лицом смерти, вот такие их страдания придавали значимость и авторитет каждому их слову. В то же время и первоверховный апостол Петр, первое послание Петра 2,21, он пишет «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». А ведь Христос пришел в этот мир благовествовать Евангелие. И его путь – это путь страдающего и гонимого благовестника, что усиливало авторитетность каждого его слова в глазах неверующих язычников, да и самих иудеев. Потому что едва ли кто-то из язычников согласился бы умереть за веру в Зевса или за веру в Геракла или за веру в Артемиду и Фесскую. И когда они видели, что христиане мужественно страдают за свои убеждения и продолжают их озвучивать, они начинали понимать, что за этим скрывается какая-то сила, которая поддерживает этих мужчин, женщин, этих детей, стариков, отроков, юношей и девушек. Таким образом, мученичество по своей сути есть твердое отстаивание правды и правосудности наперекор нападениям гонителей. Правда нашей веры и правосудность наших добродетелей, потому что иногда людей казнили не только за веру в Бога, но и за верность Божественному закону. Мученичество при этом не всегда произвольно, что значит произвольно? Не всегда добровольно, хотя, казалось бы, как без этого? Как это имело место в случае с бифлеемскими младенцами, о которых Иларий Пиктовийский, святитель, сказал, «Благодаря славе мученичества они достигли возмужания вечности». И смотрите, что пишет блаженный Августин, это его проповедь на крещение. Как бы обращаясь к ним, к этим бифлеемским младенцам, блаженный Августин говорит, «Отрицающий то, что крещение Христово приносит пользу младенцам, также будет сомневаться и в том, что вы были увенчаны своим страданием ради Христа, вы – вифлеемские младенцы, что вы недостаточно пожили, чтобы уверовать в грядущие страсти Христовы, но у вас были тела, в которых вы претерпели за Христа, которому еще предстояло претерпеть, взойдя на крест». Таким образом, вифлеемские младенцы, они как бы опережают и самого Христа в своих мучениях и своих страданиях. В блаженной памяти отец Даниил Сосоев несколько раз рассказывал мне о том, что сыпятся угрозы ему по телефону, звонят какие-то люди, обещают казнить его, отрезать голову и так далее. И я его спрашивал, «Неужели ты не боишься? У тебя же есть семья. Но одно дело, ты не боишься за себя, а твоя жена, твои дети». И он говорил очень интересно. Он говорил так, отвечая, «Почему первыми страдальцами за Христа стали вифлеемские младенцы? Потому что младенец чист в смысле том, что у него отсутствуют личные грехи. И для того, чтобы сподобиться мученичеству, любому человеку надо стяжать чистоту младенца. А я, говорил о себе в блаженной памяти отец Даниил, не настолько чист и недостоин мученического венца. Но Господь рассудил иначе и попустил ему взойти на Голгофу, личную Голгофу». И здесь надо понять очень важную вещь. Не бывает религиозного мученичества без дара любви. Если, например, человек идет на смерть из каких-то религиозных побуждений, как какие-нибудь там смертники, и у него только желание отомстить, нет любви, а в глазах Бога такие его деяния вообще не имеют никакого смысла с точки зрения библейского откровения. То есть любовь, являясь предписывающей добродетелью, она склоняет как-то мученичество. И она и есть движущая причина. Таким образом, мученичество является актом любви. А если любовь отсутствует, а есть только мученичество, то оно не является таковым с точки зрения религиозной. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 3 стих, сказано «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Таким образом, блаженный Августин предпочитает мученичество даже девству. То есть он ставит мученичество как акт любви выше девства. Хотя обет девства дается из колоссальной любви ко Христу, как к небесному жениху. Таким образом, мученичество, похоже, принадлежит совершенству в его наивысшей степени, ибо любовь превыше всего. И подлинное мученичество движимо ею. Таким образом, мученичество является наивысшей из возможных степеней послушания, с одной стороны, а именно послушанием до смерти, как о Христе сказано, что он был послушным даже до смерти, и смерти крестной. Это послание к филиппийцам, вторая глава, восьмой стих. И это проявление любви в высшем значении этого слова. Любовь как совокупность совершенства. Блаженный Иероним в своей проповеди на успение Пресвятой Девы Марии говорил так. Он видел мученичество не только в акте страдания плоти, но и в акте духовных скорбей, внутренних, душевных. Блаженный Иероним говорит. Истинно говорю вам, что Матерь Божия была не только Девой, но и мученицей, хотя она и окончила свои дни в мире. Она действительно покинула этот мир в мире, поэтому ее кончина не называется смертью, она называется блаженным успением. Но в то же время ей было предсказано, это Евангелие от Луки, 2 глава, 35 стих. «И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». И когда она видела, когда ее сына распинали, каждый гвоздь, вбитый в его руки, каждый гвоздь, вбитый в его ноги, каждый шип тернового венца, все это вонзалось в ее сердце, включая копье, которым воин нанес удар под ребро, чтобы удостовериться, что Христос точно умер. Дьявол. Он считает, что когда вопрос касается нашей плоти, ее безопасности, мы готовы отречься от всего. Вот такое его представление. Помните, как дьявол-сатана заявил, выступая против Иова многострадального, кожу за кожу, а душу за душу. То есть за жизнь своего тела как бы человек отдаст все, что у него есть. Вот такой смысл этой позиции дьявола. Поэтому, братья и сестры, отцы, правильное понимание мученичества предполагает принятие человеком смерти во имя блага жизни, прежде всего в Боге и с Богом. и мы читаем опять эти же слова, которые я часто читаю, это 1 Петра 2,21, «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его». И вот пример из достопамятных сказаний. Братья сидели однажды у Авы Моисея, и он говорил им, «Вот ныне придут варвары в скит, вставайте и бегите». То есть Ава Моисей был прозорливый, и он предсказал, что придут варвары. «Вставайте и бегите». Братья говорят ему, «А ты, Ава, почему не бежишь?» Он отвечал, «Я уже столько лет жду этого дня, чтобы исполнилось слово Господа Христа, который говорит, «Все взявшие меч мечом погибнут». Братья сказали, «Так и мы не побежим, но умрем с тобою». «Это не мое дело», отвечал им Ава Моисей, «каждый пусть решает, как он живет». С ним было семь братьев, Ава говорит им, «Вот варвары уже приближаются к дверям, варвары ворвались и убили их. Только один из них, убоявшись, скрылся за корзинами. Он видел, что семь венцов сошли с неба и увенчали праведников». Вот здесь мы видим, что человек, который уклонился за корзинами от мученичества, по сути дела, он уклонился от вечной славы, которой увенчаются все мученики и страдальцы. Итак, сегодня, братья и сестры, мы рассмотрели еще один из сложных вопросов Священного Писания. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы продолжим наши беседы. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о наших беседах и берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok